В Беларуси началась комплексная проверка армии. В связи с этим ряд воинских частей вооруженных сил будет приведен в высшую степень боевой готовности. Для этой цели предполагается призвать военнослужащих с запасом. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны Республики. В ведомстве отметили, что проверка завершится тактическим учением. В Минске продолжаются митинги оппозиции. Владимир Жириновский отметил, что у России было несколько шансов объединиться с Белоруссией, но все они упущены. Когда-то я дважды приезжал к нему, были нормальные отношения. Потом после передачи у вас, поединок, еще был на НТВ, он начал шататься в сторону НАТО. Я немножко жестко сказал, что это означает, употребив слова, связанные, как Ленин назвал Зиновьева и Каменева тогда. Он обиделся. Это прошло уже 15 лет. Но тогда, когда у него были хорошие отношения, и он меня принял, он сказал мне, я вас не понимаю. Это 20 лет назад. Если вы хотите восстановить СССР, скажите это. Я готов. Давайте восстанавливать СССР. Или говорит, если вы хотите, чтобы Белоруссия вошла в состав нынешней России, скажите, мы войдем. Но Москва молчит. Ельцин тогда боялся, что вдруг действительно пойдет на выборы Лукашенко. И так этот страх остался, или там не знаю, какие причины. Но мы ему не дали никакую перспективу. Что дальше будет? Потому что союзное государство, это немножко, знаете, такой вариант, брак гражданский, православный, зарегистрированный, какие-то разные вещи. Но непонятно людям, так сказать. Так и ему. И, конечно, поскольку мы ему много дали за эти 20-25 лет, а потом перестали давать, то он решил... В том же объеме вы имеете в виду? Да, в том же объеме. Мы и до сих пор дали. Продолжается и до сих пор. Много. Но сократили. Это правильно. Потому что вот ситуация с Белоруссией, это вот Лукашенко последний большевик. Вот он все. На всем постсоветском пространстве. Все они ушли, уехали, умерли. Поэтому он в нем, ибо я не его сторонник, но в нем нет ничего. Это продукт. Вот так его воспитала советская власть. И когда он не стал все ломать там, в Белоруссии, мы его не критиковали за это. Даже вот хвалили, показывали образец. Вот видите, как в Белоруссии все почти сохранили, все хорошо. То есть он понимал, что все руководители советского разлива до смерти... Это прорвалось недавно, он сказал, что он никуда не уйдет. Что только смерть его снесет с этого поста. Ситуацией в Белоруссии озабочены и Соединенные Штаты. Экскандидат в президенты республики Светлана Тихановская накануне встретилась с заместителем госсекретаря США Стивеном Биганом. Речь шла о политическом кризисе в стране и о способах его урегулирования. Кроме американцев с лидером белорусской оппозиции установили контакт брюссельские политики. Владимир Жириновский объяснил, как могут развиваться события в соседнем государстве. Белоруссия сейчас. Но ведь многие не понимают, кто сейчас даст вам прогноз самый такой реальный, правильный. Вот я с конца начну. Как закончится все эпопея в Белоруссии. Первый вариант. Лукашенко остается. Все под себя подминает. Восстанавливает свое положение. Так сказать, и продолжает править еще какое-то количество лет. Это один вариант. Он очень плохой, поскольку тогда нам придется его содержать в том же объеме, как это было последние 26 лет. Второй вариант. Это силовики могут его отстранить от власти и взять всю полноту власти в свои руки. Я не говорю там пиночет. Это может быть просто временное правительство и попытаться страну успокоить. Это вот вариант, когда военные могут вмешаться. Так не раз было и в Турции, и в Чили, и во многих странах мира. Когда гражданские не могут, смута, выступления, демонстрации, хаос, забастовки, ухудшение экономического положения. Это второй вариант. Если вернуться к первому, Лукашенко, то он может развернуться в пользу Москвы. И согласиться на вхождение Белоруссии в состав России. Союзное государство это аморфно что-то. Что-то делают, что-то не делают, но не особенно четко. У него, значит, вариант. Запад его не примет, а вот Москва примет. Когда он поймет, что оставаться президентом он не может, он согласится хотя бы на отступные, стать первым вице-премьером в правительстве России. Туда, куда войдут все шесть областей Белоруссии. Это можно сделать через Верховный Совет. Там его контрольный пакет. Все его депутаты. Быстро поменять какую-то статью Конституции и так далее. Кто-то предаст. Лукашенко не предаст сам. Ему трудно продать Белоруссию на Запад. Ибо он столько совершил действий, что Западу выгоднее его арестовать, как Милошевича, и в Гаагу. Но может быть другой вариант. Может быть вариант, когда они согласятся, что он остается президентом, но он сдает, как бы, быстренько оформляется вступление в НАТО и вступление в Евросоюз. И натовские войска входят на территорию Белоруссии по договору между Белоруссией. И становятся рядом на границе со Смоленском. В минувшие выходные в подмосковной Кубинке открылся 6-й международный военно-технический форум «Армия-2020». В Рио-губернаторах Хабаровского края Михаил Дегтярев также посетил парк «Патриот», где провел переговоры с руководителями госкорпорации по вопросам загрузки промышленных предприятий края. В Хабаровском крае работает 10 оборонных предприятий. Мы делаем малые ракетные корабли, корветы для нашего флота, самолеты 4-го, 5-го поколения сухой. Поэтому я здесь как раз по работе. Помогаю нашим предприятиям увеличить загрузку, получить дополнительные заказы. Вы знаете, что по поручению президента нашего верховного главнокомандующего прилетал в наш край Сергей Кужугетович Шойгу, министр обороны, и как раз говорил о том, что есть уже предварительное решение о размещении гособоронзаказа на более чем 600 миллиардов рублей. Серия корветов планируется к постройке в Комсомольске на Амуре. Еще несколько десятков сухих 35-х. То есть работа идет. У нас есть амурский патронный завод. Но в общем загрузка от 18 до 50%. Нам надо ее увеличивать, обеспечивать людей работой. Насколько новые контракты и заказы, которые сейчас получают, позволят увеличить загрузку ОПК? Увеличить практически по судостроительному заводу, амурскому вообще до 100%. Шесть корветов, если мы будем строить, завод будет загружен до 28-го года полностью. А наша задача здесь помочь в подготовке кадров высококвалифицированных рабочих. Нам сварщиков не хватает. Мы сейчас внедряем новую программу подготовки хороших специалистов. И для авиационной отрасли, и для судостроительной. Были данные счетов в Комсомольске на Амуре. Предприятия будут загружены на 10 лет вперед. Ну не менее. Не менее 10 лет. Поэтому вот этим и занимаемся. Ну и кроме того, у нас же штаб Восточного военного округа в Хабаровске. У нас несколько десятков тысяч военнослужащих, а это семьи. Мы хотим, чтобы им было комфортно. Чтобы в детском саду было место. Чтобы питание было хорошее. Чтобы жить было где. Среда, чтобы была комфортная. Поэтому мы здесь в симфонии с Министерством обороны работаем. В России растет подростковая преступность. По данным Генеральной прокуратуры, несовершеннолетние ежегодно совершают или участвуют более чем 40 тысяч преступлений. Первое место – это кражи и угоны. Далее следуют побои и наркотики. Недостаток внимания. Родители зачастую оборачиваются горькими последствиями для общества. Тюремная романтика. Чем она привлекает подростков, разбирался наш корреспондент Илья Матвеев. Аббревиатура, запрещенная в стране АОЕ. Арестантский уклад ЕДИН. Движение, предположительно зародившееся в Забайкальском крае. Вдруг неожиданно стало набирать популярность среди подростков и молодых людей от 13 до 25. Специфическая тюремная романтика активно стала проникать в подростковую среду не без помощи субкультуры. Сейчас сезон отпусков. Карантин. То есть понимаем, что и так большинство людей, к сожалению, не могут позволить себе поехать на море. Поэтому ребята проводят время во дворах, на улицах. Если у кого-то есть бабушка или дедушка, может быть, их отвезли в деревню, в село, в поселок. Они там находятся. Все. Клубы закрыты. Спортзалы закрыты. Лето. Школы не работают. И кто сегодня с молодежью? Улица. Потому что больше никто ими не занимается. А у Е все социальные слои молодежи покорны. Хип-хоп, субкультура, зародившаяся в маргинальном обществе Америки и андеграундный шансон, любимый в российских местах не столь отдаленных, приобретают все больше поклонников у молодого поколения. В чем причина такого тренда? Сейчас то расслоение социальное, финансовое, которое в обществе происходит, оно как раз усугубляет эти вещи. И мы видим, что даже в движении АУЕ есть и, скажем так, присутствуют отдельные члены золотой молодежи. Есть костяк, который, к сожалению, очень большой. Это ребята, которые из регионов, из неблагополучных семей. И фактически им ничего не противопоставляется с другой идеологией. То есть им не предлагается что-то другое. Определенный вклад в криминализацию подростков вносят и профессионалы киноиндустрии, которые с удовольствием штампуют привлекательные образы воров и грабителей. А вот что по этому поводу думают сами москвичи. В принципе, там, я не знаю, наркотизация, везде про наркотики, везде. Ну вот, короче, это все процветает очень. Человек может набить тату у себя, я не знаю, петуха или купола. Но он может быть совершенно добрым человеком, помогать детским домам. Я считаю, что распространять такую культуру не следует. Все-таки, ну скажем так, средства массовой информации, они должны нести культуру массы, а не понижать ее. Запретный плод сладок. То, что попадает под вето, в любом случае продолжает существовать, развиваться и даже культивироваться. Россия страна огромных возможностей. Но возможность делать гадости согражданам, прикрываясь инфантильными глупостями об арестантском укладе, в их число входить не должна. Верховный суд причислил АОЕ к экстремистскому течению. Организация на территории страны запрещена. Пропагандисты идей попадают под статью с наказанием до 12 лет тюрьмы. Но протестная суть субкультуры продолжает будоражить умы подростков. Она есть там, где точно не читают Бродского и не слушают Чайковского. Таков закон Санцары. Илья Матвеев, Юрий Аракчеев, ЛДПР-ТВ. К этому часу все новости, напоминая наш канал, вы можете смотреть в Ютубе. До свидания. Продолжение следует.